летим еще как летим здравствуйте глубоковажаемые любители летных видов спорта потрясающей красоты в метеоявления вы знаете что такое атмосферная волна я уже многократно показывал но посмотрите какая линзочка красивая выросла у нас на горизонте о эти штуки короткоживущие то есть она может минут через пять распасться выглядит очень аппетитно и я думаю что нам обязательно стоит к ней слетать ну и самую малость конечно пошалить в каком месте мы взяли это прекрасно метеоявление это долина гренобля собственно сам гренобль вот там вот дырочки вот между облаками там сразу за холмиком этот гренобль мы на хребте парим сначала летали в динамическом восходящем потоке но потом выскочили выше хребта ведь этот выдувает красиво блока за ним то что такое полу волновое явление сила ветра сейчас 76 километров в час то есть все достаточно весело и нас поднимается выше и выше высота час 3500 метров я не хочу лезть выше то что холодно там еще как-то вылажновато можем схватить обледенение обледенение мы его сейчас кстати в линзе схватим обязательно я ученику своему хотел показать что же такое обледенение и в чем мы делаем мы переставляем закрылок на минус 10 и делаем так пикируем разгоняемся до двухсот и летим к линзе вы сброшите волков а что же так противно орёт это изолента отклеилась где-то у нас в багажнике вы же все прекрасно знаете что крылья у планера крепятся изолентой я сейчас покажу на самом деле за лента уплотняет стыки крылья у нас держат вон такие сзади мощные штыри блокирует лонжерон позволяет крыльям не расстыковаться но иногда девушки подходят планеру видят изоленту говорит это вас чё крылья изоленты примотана я говорю конечно чтобы было веселее летать и страшнее так между тем мы подлетаем к линзе обойду я со стороны ветра где-то должен должна быть зона восходящая около этой линзы но пока я даже не решил куда же я в районе неё полечу мне хочется в дырочку вот в эту потом подвернуть под в окошечко вот это вот она меня манит но лучше я все-таки зайду чуть-чуть против северной составляющей ветра хотя несущественная разница бы почти против ветра летим хорошо тогда принимаю решение идти в дырочку смотрите как это делается разгоняем планер до 200 а сейчас я это делаю для того чтобы немножко снизится чтобы не попасть в верхнюю часть облака будем проходить дырочку настроение огонь правой стороны озера эта система озер которые вырабатывают электроэнергию когда на экране тает снег сзади остался наш хребет на котором мы учились летать динамики мой ученик за три часа обучения сегодня сделал пеноминальные успехи представляете по этому склону гоняет без всяких без всякого стеснения я бы даже сказал с большим восторгом проходим в линзу могу вам показать как как можно получить обледенение снижение минус 5 метров в секунду мы вот сейчас будем перескакивать вот эту впереди а как красиво ты посмотри как реально потрясающе красиво так я вот честно говоря не очень хочу заблудиться в облаке я сейчас за счет избытка скорости будут именно проскакивать смотрите и по самой вертушечке и вот пошел растилет по по кромке эти на самые кромки крыла образуется ледок возьми ручку пожалуйста а я сейчас ледок покажу вот он видите об чуть-чуть да больше я не хочу понимать его набирать на планер тяжелее будет неприятно это мой талантливый ученик выскочил перед облаком моя ручка и мы исследуем если у нас здесь волна волны у нас ну но лет есть чуть-чуть нас подымает и возможно если волна есть мы здесь продолжим парить да посмотрите стрелочка вариометра болтается около 0 я закрыл переставляю на положение плюс 5 и пытаюсь здесь что-то найти где же мы оказались вот это вот заповедник верхор на нем можно летать 100 метров над рельефом сзади осталась вся эта страшная линзовая конструкция подъемчик у нас конечно дохленький ничего не скажешь вот около 0 но в то же время интересно представьте это 12 декабря 12 декабря мы вот таким образом развлекаемся иван как тебе как тебе второй день твоих полетов первый день у нас получилось мы планировали начать полеты утром но по ряду причин начали часа в два попали в атмосферную волну выбрались на четыре километра и тоже летали вот так красиво вчера был целый день дождь это было очень обидно а сегодня после обеда нет сейчас я где-то взлетели туман развеялся на дыродром и позволил нам выбраться такие потрясающие места подобрать условия для тренировки полетов у склона и собственно красиво потренировать эти полеты у склона так ну что можно еще показать да хочешь петлю здесь красивую а готов если ученик так сказать хорошо себя ведет то его награждают петлей я просто хочу сделать петлю вокруг линзы должно быть достаточно красиво готов друзья вокруг гренопольская долина перезия 210 полка и пошла петля exhibits О, смотри, как облака бросаются на нас. Как же красиво! Моя счастливая морда во время петли. Обожаю такие полеты. Эть, невесомости. Это значит, что на вводе в петлю я немножечко скорость потерял. Ну, точнее, на верхней части петли немножко потерял скорость. И получилось вот такое, ух, красивое зависание. Вы посмотрите, во что превратилась эта наша линза. Я на этом шалене немножко, опять же, потерял высоту. Я думаю, что парик мы возвращаемся на склон. Пройдем еще раз под вот этим всем великолепием линзовым. Посмотрим. Да, вот так мы взлетаем. И, о, смотри, отражение слева, видишь, на облаке гала. Чуть-чуть солнце светит. Сейчас мы его проткнем. На 11 часов. Нет, сейчас на 10. Вот, друзья, такой небольшой гал, я не знаю, вытянет ли на видеотелефон. Но я люблю развернуться и врезаться в собственное отражение в облаке. Смотрите. Вот. Эть. Боеваем немножко еще литка. Жык. Ай, как же классно шалить. Как же шикарно шалить между облаками. Ой, а сверху как это все выглядит. Друзья, но ради этого стоит подняться в небо 12 декабря, когда уже день короткий. Нам скоро на посадку. Действительно, день все меньше и меньше. Но скоро уже будет 22 декабря, после которой наступит весна. Для меня весна наступает, не знаю, как для вас. А я считаю, что весна наступает 22 декабря, когда... Ну, 23, когда солнышко, наше низкое северное, здесь южный Прованс, южное солнышко, наконец-то перестает так быстро и подло опускаться к горизонту, остается с нами подольше. И уже скоро весна, лето, потоки и прочее, прочее. Вы спрашиваете, почему же я не боюсь обледенения? Ну, я просто знаю, что по опыту, что оно не будет сильным, поэтому я так пару раз нырну, потом дойдем до склона, солнышко нагреет крыло, растопит лед. Ну, и, в общем, опять же, аэродром рядом. Если что, чпок на аэродром, и все. Вот. Просто декабрь шалить, сами понимаете, как бы по-другому никак. Далеко на планере сейчас тяжело летать, потому что потоки, ну, сейчас волновые есть немножко, есть динамика. Вот сейчас мы вернемся к этому склону, и около склона попадем в динамический восходящий поток, выберемся повыше. Вот, чтобы вы понимали, вершинка по центру кадра, на дне облака вот повыше этих облаков были, перед тем, как начинали шалить. Аэродром наш находится вот там, где вот как раз, видите, там долина затянутая туманчиком. То есть, такой туман, кстати, был и у нас. Я очень рад, что он развеялся и позволил нам взлететь. А могли мы, на самом деле, и не взлететь. Как раз вот правее тумана находится край нашей горы Апотра, на которой мы летаем. О, а я вам сейчас еще интересную вещь покажу. Смотрите, какая красивая линжа образовалась около местной вершинки. Мы сейчас туда приведем. Иван, правее бери на 20 градусов. И прямо увеличивая скорость до 150, подходи к склону. Тоже, кстати, вопрос, как летает ученик на второй день обучения? А вот так. Он же носится, как истребитель здесь по склонам. Действительно, немножечко мы отработали повороты. Так что, не страшно мне у склона летать. Отработали управление скоростью. В общем, все потихонечку налаживается. И плюс, конечно, планера и вот этой местности, что мы летаем много. То есть, первый день мы отлетали 2 часа 40 минут. Сейчас уже тоже часа 3 летаем. Я думаю, еще часочек налетаем точно. То есть, вот это позволяет при возможности человека это выдерживать. Потому что, понимаете, да, что некоторых укачивает. Но мне вот сейчас учеников повезло. Укачивает его. Не укачивает совсем. Одна проблема. Кушать хочется. Холодно и... Все. Ну что-то весело. Так, ты доволен? Крикни там, доволен или нет? Офигенно! Да, доволен. Ну что ж. Эх! До новых встреч, глубоковажаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Теряем скорость. Сейчас свалимся в штопор. Ю-ху! Хе-хе, шучу. Ну что, возвращайся до склоны, работай. Ех!